снова всем welcome это снова я сразу хотелось бы извиниться что так долго не было видео очень много работы вот на следующей неделе также уезжаю на выходные на целую неделю меня тут не будет и также не не получается все никак снимать видео на выходных хотелось бы поздравить также всех мужчин и парней с 23 февраля пожелать счастья здоровья успехов всего самого наилучшего также поздравить всех девушек и женщин с 8 марта пожелать здоровья успехов чтобы у вас всегда все было хорошо в жизни и оставаться такими же красивыми обаятельными и привлекательными но сегодня речь у нас пойдет про учебу в японских школах а также про то куда и как поступить после учебы в языковой школе японского языка так ну начну я с того как я поступил сам в японскую языковую школу то есть изначально я искал по интернету варианты какие можно школы посмотреть то есть на сайте гакуру я нашел достаточно большой список школ сразу скажу что гакуру мне не платил ничего ни за какую рекламу просто я рассказываю то как я приехал японии как я искал школы то есть я нашел там у них на сайте вот школу языкового языка школу японского языка саму и посмотрел какие документы требуется написал то есть типы письмо в эту компанию гакуру то сами мне сказали что что от меня требуется какие документы какая форма должна быть но и там не можно посмотреть у них на сайте про скачать либо самим заполнить там ну самим найти точнее в интернете и заполните это слайд то есть все это у вас будет там после этого значит когда там все документы отсылаются то есть там они их приносят в языковую школу значит языковая школа сама все оформляет делает вам это сертификат присылает вам но присылает точнее в гаку гаку пересылает вам вы с этим сертификатом уже значит и идете непосредственно в посольство с остальным пакетом документов то что там остается у вас ну и там паспорт еще что там нужно с загран принести с собой и соответственно вот подается на визу все это но подробнее о том как получить визу там это у меня было в предыдущем видео тут мы будем рассказывать непосредственно про учебу то есть и вот соответственно после того как я получил визу то есть я делал даже вот ну как бы удобнее для себя что потому что я не живу в москве и в москву мне ездить далеко то есть порядка тысяч километров то есть из моего города то есть первый раз я приехал в москву отдал все документы и паспорт на оформление визы и спросил когда она будет готова то есть они сказали ну примерно две недели ну я заранее сразу купил себе билет ну примерно на три недели через три недели на выходные дни ну точнее как на выходные дни но на пятницу если брал ну чтоб перед выходными днями вылететь соответственно когда была виза готова через две недели то есть она там какое-то время может лежать в посольстве то есть за ней можно приехать и забрать ну течение какого-то определенного времена то есть соответственно я уже приехал с чемоданами уже в москву забрал визу и сразу же поехал в аэропорт сел и уже в японию прилетел то есть соответственно в школе в самой но я учился два года достаточно хорошо там обучают то есть и канджи и грамматику и слова все в принципе меня устраивало вот единственно конечно но стоит дороговато для россии я считаю потому что но такие деньги это не каждый как бы может быстро собрать там на тот момент было порядка за полгода где-то 150 тысяч рублей то есть там за весь год где-то 600 600 тысяч иен было то есть это на рублей сопереводить то примерно где-то ну 200 тысяч рублей было там то есть изначально нужно было заплатить примерно так 100 150 тысяч и остальную сумму потом уже там можно было доплатить за год плюс еще на и на эту самую на квартиру там уличу вас комнату будете вы снимать нужно было тоже заплатить соответственно после этого когда я туда уже приехал поручился какое-то время в языковой школе уже многие начали там из моих друзей задуматься о том куда они пойдут там но после полугода после года там уже многих думают в какую школу в какой институт или там в другие места куда-то там нового на работу устраиваться или еще куда-то то есть уже тут вариантов масса но допустим рассмотрим такие варианты что вы хотите пойти учиться после этого после языковой школы же пойти хотите учиться в институт или в колледж или еще куда-то и тут вот даже кстати недавно совсем на днях я услышал новость что надо но теперь японское правительство утвердила новые поправки в законодательстве и аттестаты и но наши вот сайт как бы российские аттестаты которые выдаются в российские школы их 11-летних они теперь котируются как 12-летний значит япон ну как окончание 12-летней японской школы то есть они приравниваются к этому соответственно вы можете с этим аттестатом то есть но его перезвести на японский естественно нужный язык уже поступать в колледж или в университет или куда вы там с мнгаку хотите то есть то есть уже не нужно никакие подготовительные курсы там проходить или еще что то то есть или ну там как сказать ускоренный программу какую-то школьную делать то есть я конечно не знаю как раньше было потому что у меня не было такой такой такого опыта у ну скажем так в школах в японских обучаться или у спросить у кого-то тех кто там обучался также но я знаю те люди кто поступали в университет они в любом случае все сдавали рига кушекен это экзамен и скажем так для иностранных студентов специальный экзамен то есть для поступления в университет ну то есть как вступительный экзамен соответственно там балл бальная система соответственно сколько баллов и набрали в этом экзамене на такой курс и на такой скажем так там степень и не степенди то есть ну вы можете рассчитывать там все курсы все вот эти программы они имеют свою ба свою больную шкалу то есть там к примеру если вы идете на экономиста там идут одни баллы там допустим 200 там баллов да там вы идете там куда-нибудь я не знаю но там на банковское дело там или куда-нибудь доктором там то там идет другая больность ну то есть другие баллы идут и чтобы поступить на курс нужно набрать определенное количество баллов но если даже вот допустим вы набрали и вы еще хотите чтобы вы учились на бюджетном курсе то есть чтобы вам стипендии платили и за вас государство оплачивало учебу то там тогда нужно набрать практически максимальное количество баллов я сейчас не помню сколько там но 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 это очень много то есть это наша практически там на 98 процентов 95 98 процентов закончить все тесты также кстати вот эти баллы баллы они еще скажем так ну все зависит от того куда вы идете то есть в какой институт или в какой колледж или тому сэмон гаку как техникум по нашему то есть получается что если вы хотите поступить куда-то в более престижный вуз то вам нужно еще больше набрать там баллов если вы хотите куда это ну папа проще там побыстрее то есть чтобы закончить что получить хоть какую-то образование как у нас называют корочка получить можно в обычный сэмон гаку пойти там в принципе тоже хорошо обучают есть также помощь при трудоустройстве после окончания этого курса там помогает уже устроиться на работа у них есть свои связи свои знакомые там практика там где-то проходится соответственно они там помогают потом устраиваться на работу после окончания новыми курсом точнее там в последние полгода по моему насколько я знаю или в год или полгода они уже начинают это делать соответственно если вы допустим хотите уже сами найти там работу после окончания языковой школы то в этом случае вам придется там заранее тоже об этом побеспокоиться примерно за полгода до окончания своего курса уже начать искать активную работу то есть нужно подготовить все эти резюме нужно подготовить на японском на английском языке подготовить все документы там перевести диплом там свой российский или кто какой у вас там странный диплом на японский язык заверить его в посольстве насчет вашей страны после этого нужно сделать обязательно там скажем так консультации провести с специалистами кто вот с кадровиками кто у вас вот в школе или в институте или где вы там очень на данный момент находитесь то есть допустим языковой школе там тоже есть консультанты которые помогают вам устроиться народ они вам также подскажут что лучше написать в резюме как его оформить какая форма должна быть резюме напомню в японии существует в двух видах первое резюме это обычная то есть резюме которая релекшу как она называется там она состоит из двух листов его можно даже на одном листе напечатать но если чтоб покрасивше выглядел лучше на двух соответственно это резюме она делается как сказать как ну как для содержания чтобы вам чтобы людям было понятно чтобы они не вчитывались в ваше детальные резюме а могли посмотреть вот это резюме и понять кто вы где вы работали в каких фирмах какой образа и но там то есть информация условно сделано как бы собрано в одном месте и там ничего не расписано там просто ну как бы написано где вы работали как как фирма называлась когда пришли на работу когда то есть ну уволись когда там на новую работу поступили то есть там как сказать вкратце как краткая такая скажем так история ваша есть еще резюме которая более детальная то есть она печатается на нескольких листах там обычно должно быть указано соответственно в по по определенной схеме должно быть указано какие вы там выполняли то есть работой например какие у вас скиллы есть то есть ваши навыки где вы работали какую вы работу плане что это был за проектом сколько человек работала что вы получили там но добились в этом проекте и так далее то есть там все это детально все это надо расписывать и это достаточно там но трудоемкий такой процесс там очень много нужно думать как это лучше написать причем это нужно тоже на японском языке писать поэтому если вы хотите устроиться вот именно в японскую компанию то есть да вы должны позаботиться написание хорошего резюме и не забудьте обязательно вклеить туда реальные фотографии но то есть напечатанную на но фото принтере либо там вот и вот в каком-то фото ателье сделанную а не просто на бумаге на этой же самой напечатать то что если вы печатаете фотографии на бумаге это но не очень красиво выглядит и многие люди после там собеседования они вас могут просто не прясти из-за того что не потому как бы вы не позаботились даже о том чтобы наклеить нормальной фотографии так вот значит ну соответственно как я уже сказал у вас есть достаточно большое количество вариантов куда вы можете пойти после учебы вот во время учебы за полгода до окончания вы там уже сами выберите там пойти в институт пойти в этот техникум или в колледж или же там сразу устраиваться уже на работу если у вас какое то есть образование то есть если у вас есть диплома и с у вас там уже есть опыт работы и вы по специальности уже достаточно хорошо работаете в своей стране вам нужно просто выучить тогда язык и после языковой школы уже устраиваться на работу то есть без проблем вообще это как бы в японии это нормально ну как бы иностранцы так многие делают это и один из самых простейших способов то есть как приехать на работу в японии именно на работу то есть те кто едут в японию учиться то есть то ну и именно вот для учебы едут то сразу вам говорю что это очень недешево то есть данные ну как сказать учебу вам обойдется но в копеечку если вы допустим учились в языковой школе платили к примеру ну там я сейчас буду в янах говорит то что я не знаю из какой страны может у вас там другая валюта там не рубля что-то еще то есть вот в янах это допустим 700 тысяч ен на данный момент там 700 или там 800 тысяч ен за год учебы в языковой японской школе японского языка если вы допустим у устраиваетесь после нее в сэн мангаку то есть техникум то там примерно столько же ну может там до миллиона иен в год вы будете платить за учебу а зависит еще от курса от программы от того какой статус имеет данные вот технику далее если вы устраиваетесь уже допустим в какой-то ну более престижный вуз там например уже институт у вас там идет ну допустим возьмем ювелира например да вот вы там хотите ювелир меня вот есть знакомый но подруга кто окончила ну как сказать университет уже можно сказать практически вот я осталась там немного и она учится на ювелира и это очень дорогая профессия в японии именно на обучение там само обучение только стоит ну насколько я помню помню в год порядка двух миллионов иен в год а учиться там надо минимум пом четыре или там четыре года или пять пять что что-то такое то есть достаточно много и соответственно там уже на на ней на ювелир уже вам нужно достаточно много денег вот посчитайте считай каждый год нужно на учебу только 2 миллиона иен плюс на проживание нужно еще где-то порядка там полмиллиона миллион где-то йен и помимо этого там ну может быть там вы будете помогать там родителям что-то там отсылать там или там вы будете ездить отдыхать там к себе ну в страну там поэтому вам еще нужны будут деньги на именно вот на этот отдых и на все вот эти ваши затраты ну порядка где-то может быть это может полмиллиона йен где-то так плюс-минус еще соответственно вот в общей сложности выходит три с половиной миллиона йен в год но это где-то в долларах это если доллары да там 30 35 это до 35 тысяч долларов соответственно вам нужно будет подумать о том как вы будете эти деньги зарабатывать вот в японии на байта я не знаю это сколько нужно на байта работать и где нужно работать чтобы такие деньги заработать то есть это уже считай зарплата должна быть как у обычного работника то есть который вот именно работает в в компании в одной из там японской или там в зарубежной потому что такие деньги допустим ну да ну да если это возьмем например три с половиной миллиона йен разделим 12 месяцев это получается примерно по 300 тысяч но грубо говоря так по 300 тысяч каждый месяц вам нужно платить ну что я ноты на себя там тратите за это все заплатить 300 тысяч в месяц на байт заработать но практически нереально если вы там скажем так столько устроились нам будет низшего звена там работник вы будете получать но от силы но тысячи но тысяча двести в час то есть и вот посчитать там за сколько вам часов нужно отработать в день чтобы в месяц получить 300 тысяч поэтому поэтому тут как бы уже сами смотрите если у вас есть возможности учиться в дорогих вузах можете попробовать японское образование оно достаточно хорошее очень многие специалисты вот и японский очень ценится в мире и они достаточно хорошая база знаний ну соответственно для обучения в японском университете вам нужно отличное знание японского языка чтобы вы понимали вообще все о чем вам говорят потому что если у вас будет очень слабая база японского языка и допустим вы плохо учились в языковой школе и потом поступили куда-нибудь в университет вы можете просто не понять что от вас хотят в этом университете и тут вот но нужно как быть очень осторожным чтобы вам не потерять денег на обучение выбирайте ну с умом смотрите отзывы где какая лучше школа какие лучше потом после нее университеты или куда вы хотите там поступить и тоже вам лучше самим посмотреть самим выбрать потому что тут уже как бы нужно оценивать и основываясь на опыте других людей в интернете вот да в том же сам будет форум 1 гакуру там очень много людей пишет как они там учились на свой опыт как они там ну потом находили новые там место учебы новое института еще куда-то они шли соответственно можете почитать их отзывы почитать технию историю я там тоже отписал в свое время сейчас уже редко туда захожу но я думаю там еще до сих пор много достаточно полезной информации поэтому советы вот зайдите почитайте там много вопросов ну на многие вопросы вы там найдете свои ответы поэтому рекомендую ну в принципе вот и все что я хотел сказать в этом видео я думаю что в ближайшее время я постараюсь все-таки закончите все своими делами на работе и думаю будет посвободнее где-то в концу марта пока что еще но очень достаточно такой плотный график и не получается еще выезжать там на куда-нибудь поснимать там хорошо так вот как как и скажем работаем практически без выходных вот как я уже говорил со следующей неделе где-то и до до 8 марта наверно там и так и будем это самое работать на выходных там в том числе поэтому снимать видео сейчас прогнул прям времени совсем нет ну так же я бы хотел всех поздравить у нас на канале 5000 подписчиков вот и связи с этим я думаю в скором времени я организую конкурс с призами я думаю в принципе что это будет достаточно скоро в марте месяце поэтому обязательно подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе призы я выберу хорошие и принципе доставку все будет оплачу до до вашего дома поэтому будьте в курсе оставайтесь с нами но с вами был дэн и сам понравился обязательно подписывайтесь ставьте лайки а мы с вами увидимся в следующих видео до скорых встреч да и не забывайте нажимать на колокольчик и делитесь этим видео с друзьями все пока